Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стала очередная трагедия, которая на этот раз постигла Оренбургскую область, где произошел прорыв дамбы из отопления огромного количества жилых домов. Многие люди прямо сейчас потеряли под толщей воды все нажитое ими имущество, но это мало интересует местные власти, которые за несколько дней до прорыва убеждали всех вокруг, что дамба прочна и выдержит подобные нагрузки. Это канал Милитантолкс, и сегодня мы говорим о водной стихии, постигшей Оренбургскую область. Здравствуйте! Паводок этого года – первая и серьезная проверка дамбы на прочность, писал глава Орска Василий Козупеца 3 апреля, за два дня до прорыва дамбы. При этом сам он был уверен, что проверку сооружения пройдет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодие в отсутствии дамбы. Тогда паводком топило дома. Сейчас такой угрозы нет, писал он в том же сообщении. Однако уже на следующий день губернатор Денис Паслер вел в Оренбургской области режим ЧС из-за паводков, а еще через день дамбу прорвало. О прорыве дамбы МЧС сообщило вечером в пятницу. К утру из микрорайона Старый Город, которую по уже тогдашним прогнозам властей затопит полностью, эвакуировали более 700 человек. Мэр Орска рассказывал, что вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В свою очередь ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил о полном разрушении Орской дамбы. Правда, в региональном правительстве это, как видно, в первые часы отрицали. Но все-таки дамба это серьезное инженерное сооружение, у которого есть паспорт объекта, рассчитаны определенные нагрузки, есть службы, которые отслеживают уровень воды и возможные риски, ну и тому подобное. Товарищи, но это же не плотина бобров в конце концов. Паводок, который привел к прорыву дамбы, возник из-за рекордного сброса воды из Ириклинского водохранилища. Как объясняли в Росводресурсах, увеличение сбросов нужно, чтобы срезать пик паводка, так как в водохранилище прибывает вода из-за резкого потепления, таяния снега и интенсивных осадков. Мы видим здесь начало типичной игры в горячую картошку, когда бюрократические ведомства начинают перекидывать проблему друг с друга, потому что они прекрасно знают, что сейчас кто-нибудь из депутатов ради хайпа скажет, что надо сажать. Путин по видеосвязи для картинки отчитает губернатора, в то время как на место уже выехала группа спецорганов по принципу «кто не спрятался, я не виноват». Почему так произошло? Надо, как всегда, обратиться сперва к истории вопроса о дамбе. Я позволю себе просто 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Строить дамбу в Орске начали еще в 2010 году. Именно тогда было подписано постановление правительства региона о выделении денег на строительство. Очередь строительства состояла из двух этапов. К этому моменту уже первая дамба, построенная в 2009 году, стоящая вдоль левого берега реки Урал и защищающая район Старый Город, была закончена. «Сметная стоимость объекта, согласно документу, была почти 932 миллиона рублей. Дамба должна защищать город с двух сторон и навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков», говорил занимавший тогда пост главы Орска единородц Виктор Франц. И вот строительство началось в 2011 году. В 2012 объект попал в федеральную программу развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Постановление об этом подписал Владимир Путин, который тогда временно занимал пост премьер-министра. В 2014 году объект сдали. Согласно новости на сайте местной администрации, в итоге на проект потратили 910 миллионов рублей. Генподрядчиком строительства была компания из Новотроицк-Оренбургской области «Спецстрой-3». Проект дамбы разработала Орская компания «Юж-Урал-Фундамент-Проект», которая затем исчезла в 2019 году. Главным инженером проекта была Любовь Баева, которая, кстати, после ввода дамбы в эксплуатацию, получила муниципальную награду за добросовестную службу второй степени. В декабре 2023 года городская администрация заключила с муниципальным предприятием «Спецавтотехуправление» контракт на эксплуатацию дамбы до конца 2024 года. Сумма контракта составила 1,6 миллиона рублей. За эти деньги, согласно техзаданию, организация должна отвечать за содержание дамбы. Товарищи, интересно заметить, что заявка этого предприятия оказалась единственной при выборе поставщика, поэтому цена контракта была максимальной. Собственно говоря, думается, что никому не придет в голову заподозрить кого-то из участников подобных тендеров в отсутствии прямых экономических, ну либо родственных связей с чиновниками, которые определяют победителя. В составленной в 2021 году городской администрацией декларации безопасности объектов описан сценарий с разрушением дамб из-за очень сильного паводка. А что же сказано в документах о дамбе? В декларации безопасности комплекса, возведенных в городе дамб, описан такой сценарий. При той аварии ущерб может достигать 5 миллиардов рублей, а количество потерпевших в документе используется именно такой термин. Доходить почти до 200. Товарищи, займу у вас несколько секунд. Подписывайтесь на наши другие информационные ресурсы и помогайте рабочей газете Милитант рублем. Приятного просмотра. При этом сценарии вода переливается через гребень дамбы, а сама дамба разрушается целиком. Последствия такой аварии называются катастрофическими. Если это произойдет на дамбе первой очереди, то затоплено будет до 8 квадратных километров территории. Зона возможного затопления – микрорайон Старый Город Ворске и поселки Вокзальный, Нагорный и Кирпичный. Число потерпевших может доходить до 151 человека. Ущерб составит 3 миллиарда 680 миллионов рублей. Если это произойдет на дамбе второй очереди, то есть той, которая закончена в 2014 году, то затопит до 6 квадратных километров территории. Водой накроют поселки строителей, рабочие и никель. Число потерпевших будет до 40 человек. Ущерб составит 1 миллиард 340 миллионов рублей. Каждый из этих случаев по отдельности, по классификации российского правительства, чрезвычайная ситуация федерального характера, говорится в документе. А что произошло в реальности? Произошел прорыв обеих дамб. При прорыве первой, согласно опубликованным видео, был затоплен микрорайон Старый Город на левом берегу. При прорыве второй дамбы уже затоплен на правом берегу поселок Рабочий, а в поселок Никель начала прибывать вода. Уже к вечеру субботы в Орске были затоплены почти 2500 домов, эвакуировали 1121 человека. По прогнозам мэра, вода уйдет только через полторы-две недели, может быть и более. Оказывается, дамба первой очереди была рассчитана на уровень воды в 5,5 метра, а река поднялась до 9,6 метра, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. На некоторых опубликованных видео с дамб видно, что вода достигает их уровня. В результате большая вода подбирается и к Оренбургу. Мэр города Сергей Салмин уже потребовал от жителей районов, находящихся в зоне затопления, рядом с рекой Урал, немедленно эвакуироваться, пригрозив им принудительным вывозом. Мы уже установили, что власти до последнего были уверены в том, что катастрофы не произойдет. Так, как будто сброс воды из Риклинского водохранилища это чья-то личная инициатива, и никто об этом не знал, никто ни с кем это не согласовывал, никто этого не разрешал, и риски никто не оценил. Ну может быть это как с Чернобылем? Мол, да, конструкционные недостатки есть, но просто не надо доводить нагрузки до регламентного состояния, а если уж произошло, ну так вы действуйте. А как же они начали действовать? Следственный комитет в субботу возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве из-за прорыва дамбы. И вроде бы как виновного нашли, и все шло относительно неплохо, просто потому, что все шло тихо, как любят наши чиновники. Но вот когда из Москвы понаехало начальство, в том числе и министр ЧАЭС Александр Куренков, местные начальники заметались и начали оставлять грязные следы за собой. Пошли в ход и балаболы, типа вот такого. Сергей Васильевич, а если гребень плотина выдержал, а ее стало подмывать снизу, причем ее стало подмывать, видимо, заранее, в чем здесь проблема? Плохо сыпали? Вот это для меня тоже загадка, потому что в этом месте это только какие-то факторы. Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сочных вод, допустим, в Урал. Но, посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился проран, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой двух-трехсантиметровой дырочке, отверстие о норке. Хватило бы, чтобы вода пошла... Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которые грызуны прогрызли? Как это вообще у вас не можно? Подождите, здесь надо отвергнуть, говорите. Но мы все с вами прекрасно знаем, кто послал этих мышей. Хабири ответил за это. Хабири ответил за это. Прибыв на место, министр, видимо, обнаружил, что местные чиновники за сутки до прорыва подстраховались и, введя ЧС, отправили бумагу в министерство. Типа мы предупреждали, и бумажка такая где-то в архиве лежит. Просто никто не обратил на нее внимания. Но как же так? Вроде министр, а вроде и проебался. И вот тут в погоне за сбросом ответственности язык развязался сам собой. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите. Мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. После выхода этого лживого комментария в эфир жители Орска начали писать на страницах Козупицы о том, что это заявление ложь. В некоторых комментариях люди писали о намерении выйти на митинг, но эти комментарии, как всегда, начали быстро-быстро удалять. Но, тем не менее, люди решили выйти. Правда, за час до митинга власти попытались предотвратить волнение. Прокуратура, которой следовало бы заниматься надзором за ходом действия по делу о прорыве дамбы, решила заняться привычным делом и выпустила предупреждение о незаконности акции. Вместо того, чтобы поговорить с людьми, первая и первичная реакция власти была спрятаться за спину полиции от народа. Сотни жителей Орска, пострадавших от паводка, вышли на акцию протеста в центре города. Судя по выкрикам на площади и комментариям в соцсетях, недовольство вызвали размер компенсаций, озвученный властями региона, и официальное разъяснение причин прорыва городских дамб. Пришедшие на митинг скандировали. Выражали недовольство размером компенсаций, которые пообещали власти и обвиняли чиновников во лжи из-за заявления о якобы объявленной за неделю до прорыва дамб эвакуации в городе. А мы ведь совершенно упустили из виду, что людям-то уже пообещали даже компенсацию. Еще оказывается, в субботу губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие от паводка получат по 20 тысяч рублей единовременно и от 50 до 100 тысяч при утрате имущества. Сто, мать его, тысяч рублей. Они вообще в реальном мире-то живут? Да что ты, черт побери, такое несешь? Естественно, что собравшиеся на площади потребовали более существенных компенсаций, потому что паводок привел к более разрушительным последствиям, чем ожидали власти. На видео, снятых очевидцами, видно, что некоторые дома полностью ушли под воду. Вышедший к протестующим мэр Орска Василий Козупица заявил, что воду было невозможно остановить. Жители не удовлетворило объяснение причин ЧАЭС. К слову, у людей хорошая память. Они напомнили Козупице о том, что он 3 апреля заявлял об отсутствии угрозы затопления. После такого общения с населением стало ясно, что и их карьере, и их должностям... Провал. Это крах. Как обычно бывает в таких случаях, дурака спрятали подальше, и на место для общения с населением выехал лично губернатор, видимо подталкиваемый из Москвы. Мол, давай там, решай сам. Уже на первых кадрах видно, в какой манере будет идти общение. Судя по кадрам, чиновник начал общение с гражданами с приказа. За манеры паслера заступился даже Песков, общаясь с журналистами. После его грубого общения с местными жителями. По его словам, глава региона потерял контроль и грубо отвечал россиянам, потому что ситуация с паводком тяжелая. Да, мы видели, проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство муниципального района региона находится в прямом контакте с населением. Контакты идут в сложных условиях, сказал Песков. Песков сказал это так, как будто есть другие чиновники. На самом деле, если говорить серьезно, то паслеру, конечно, не позавидуешь, как и другим губернаторам в подобной ситуации. У них просто нет возможности без санкций из Москвы расходовать региональный бюджет. Это старый и хорошо знакомый всякому, кто сталкивался с региональной политикой, прием кремлевских стальных клещей. Когда деньги выгребаются из района и выводятся в Москву, оттуда часть присылают обратно и говорят, тратить можно вот столько и именно на это, и вот столько на это, ну и так далее. Это инструмент контроля, потому что иначе, как считают в Москве, в регионах могут появляться самостоятельные политические фигуры. Даже ситуация с Фургалом или Левченко и то заставила Путина психовать. А тут уж, если бы серьезные люди появились, так это вообще катастрофа. Поэтому власть и держит их в ежовых рукавицах. Так что паслеру разве что из своего кармана компенсацию прибавлять. Хотя надо полагать, человек не бедный. Но, к слову говоря, ведь никто никого не заставляет. Никто же не говорит, напиши именно так, чтобы ты терпел критику за свое хамоватое поведение и копеечные компенсации. Как рассказала у себя в соцсетях Оксана Попова, чье яркое выступление на встрече с губернатором попало в СМИ, она требовала от паслера и властей взять на себя вину за прорыв дамбы, наказать ответственных и полностью восстановить дома. По факту губернатор не ответил ни на один вопрос. Простите нас, мы виноваты в этом. Мы не доглядели, мы украли, давайте откровенно говорить, да? На этой дамбе заработали. Мой дедушка, мой дедушка возил в щебенку, я сегодня с ним разговариваю, он возил в щебенку, когда строили эту дамбу. Стоял глава и показывал, видите, в другую сторону. Отстраивали себе дома, отстраивали дороги. Все знают, как воровали на этой дамбе. Все прекрасны, все знают, какая коррупция. Люди требовали возмещения потерянного имущества, восстановления домов и чтобы власти взяли ответственность за прорыв дамбы на себя. К сожалению, губернатор ее не взял. Но нам пообещали, что с нами будут еще встречи, что мы будем на контроле. Пока больше никаких действий мы не видим, добавила она. Вместо этого пообещали создать комиссию для оценки ущерба домов. Предложили людям оставлять заявки в администрации и рекомендовали жителям общаться с какими-то замглавы. Хотя мы договаривались, что будем решать вопросы непосредственно с губернатором, сказала Попова. Но, естественно, хотя люди и надеялись, что им удвоят выплаты, никто никаких выплат удваивать не собирается. Мол, мы и так уже удвоили. Хотели-то 50 тысяч, а теперь вот 100 даем с барского плеча. В такой ситуации в комментарии всюду налетели кремлеботы, которые начали толкать тему. Типа, вот вы на шее у страны сидите, а сами-то что? Действительно, а что сами-то люди вообще говорят? А сами жители Орска засыпали первую протечку за 10 часов до прорыва дамбы. Трактор они наняли за собственные деньги, а местные власти и экстренные службы так и не прислали технику на помощь даже после звонков взволнованных граждан. Эту протечку в итоге удалось заделать, но позднее дамбу прорвало в 50 метрах от этого места. При этом общение с местными жителями, как всегда, красноречивее, чем любая экспертная оценка. Все знают, как воровали на этой дамбе. И на наш взгляд, люди правы. Фактически, в России так получается, что рабочие спасают сами себя. Как это было в Амуре с шахтерами на шахте Пионер, о чем вы можете посмотреть в наших шорцах по ссылке в комментариях. Прорыв дамбы в Орске – это один поучительный эпизод для всякого, кто еще ничего не понял о жизни в нашей стране. Это многоэтажная система бесправия и воровства, в которой люди, плачущие налоги, честно зарабатывающие своим трудом, предоставлены сами себе в борьбе с водной стихией. Орская дамба – это памятник чудовищной коррупции, а реакция властей до и после прорыва – на очевидную угрозу. Это свидетельство чудовищной болезни политической системы, которая никем не контролируется, ни перед кем не отвечает, кроме стареющего диктатора. Никому ничего не должна и не обязана. Где людей не уважают, где им можно хамить, где можно выстраивать кордоны из полиции вокруг администрации, пока в бесконтрольных затопленных районах орудуют мародеры. Вандалы кругом вскрывают полностью все. Вот, например, у Виктора на набережной 24, Мойков, вчера вскрыли днем второй этаж. Мы в 12 оттуда уплыли. Пусть как? Да, в город съездили, фонарики купили, всем приплываем, а у него уже верхнее окошко взломанное. Мы еще не заходили, не знаем, а там были и компьютеры. Чтобы из-за вандализма не покидать, нас бы все давно эвакуировали. А их очень много, очень много. Одним словом, события в Оренбургской области, как любая катастрофа, как любая чрезвычайная ситуация, демонстрируют всю гнилость существующей системы, пронизанную ложью и воровством. Жителям Орска и других районов Оренбуржья надеяться не на кого, и сегодня они в этом убедились. Но главная задача состоит в том, чтобы в этом убедился и весь остальной народ нашей страны. Если мы, товарищи, не готовы терпеть все эти ужасы, то мы тут лишние. Этот наглый и неприкрытый посыл власть демонстрирует в любой катастрофе. И потому так важно осознать, дело не в дамбе, не в мэре, не в мародерах. Дело в политической и экономической системе, которая порождает такие же Орские дамбы. И ее производные в экономике, в промышленности, в образовании, в ЖКХ, в области безопасности, и так далее, и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать бесконечно долго. Не верьте этой власти никогда и ни при каких условиях. Учитесь на примере Орска и организуйтесь, потому что иначе завтра мутные воды могут захлестнуть и в ваш дом. И тогда вы рискуете остаться против стихии, чиновников и мародеров один на один. До свидания.